Привет всем! Сегодня будет видео о покупках из Таиланды и о покупках из Дети Фри. Вы просили снять такое видео, поэтому я его снимаю. Прежде чем я начну показывать вам свои покупки, хочу с вами немножечко поговорить. Сегодня, возможно, это видео будет чуть-чуть странное, потому что я, мне кажется, вообще разучилась снимать видео. Пока я собиралась, пока я красилась, пока я ставила камеру, штатив, пока, в общем, всё-всё-всё собирала, вы знаете, я как-то была в таком настроении, приподнятом, то есть у меня было столько энергии, я хотела быстрее и быстрее снять это видео, но как только я встала перед камерой, у меня просто так... И всё. Я всё забыла. То есть всё, что я хотела вам сказать, мне кажется, я всё забыла, я уже начинаю снимать это видео раз 20-й, и вы знаете, мне кажется, я полностью разучилась снимать видео, потому что последний раз я видео снимала в самом начале августа, то есть все видео, которые выходили, они были засняты ещё в июле, и вы знаете, я, по-моему, реально разучилась всё это снимать, поэтому не обращайте внимания, если сегодняшнее видео будет странное. И, ребят, я хочу вам сказать спасибо, действительно, огромнейшее-огромнейшее спасибо за то, что у вас 50 тысяч. Каждый раз, когда у меня на канале прибавляется новые 10 тысяч подписчиков, я каждый раз вам говорю, что я никогда не думала, что у меня будет смотреть такое количество людей, но вы знаете, когда на канале 50 тысяч, это уже такая цифра, она вот, знаете, мне внутри, в общем, такое ощущение, что я уже чего-то достигла, то есть 50 тысяч – это не 10 тысяч, конечно, 10 тысяч – это тоже очень много, но 50 тысяч – это просто… я не знаю даже, как вам передать свои чувства, спасибо вам. Вы знаете, я когда-то давно-давно, ещё, наверное, года полтора назад, когда на моём канале было человек 10 тысяч или 5 тысяч подписчиков, не помню, в общем, сидела со своей подругой, пила чай, и она говорит, вот, говорит, у тебя будет 50 тысяч на канале, и мы с тобой отметим. В общем, когда у меня на канале появилось 50 тысяч, я пишу ВКонтакте, я на тот момент была в Таиланде, я пишу ВКонтакте, говорю, Катю, говорю, её так зовут, в общем, Катю, говорю, у меня на канале 50 тысяч, она говорит, о, говорит, ты, говорит, домой приедешь, и мы с тобой отметим. Я говорю, окей, так что мы скоро пойдём отмечать, что у вас 50 тысяч на моём канале. Просто хотела вам рассказать это. В общем, давайте, наверное, приступим к покупкам, потому что их, ну, не так много, но достаточно. У меня тут два пакетика, вот этот пакет именно с покупками косметическими из Таиланда, а вот этот вот пакетик у меня с покупочками из Дьюти Фри, давайте начнём, наверное, с покупками, которые именно из Таиланда, потом покажу вам косметические покупки из Дьюти Фри. И тут ещё лежит у меня парочка вещей, но вещей у меня мало, поэтому начнём мы с косметики. В общем, кто смотрел мои влоги, то вы знаете, что мы один день выделили для шопинга и катались именно по магазинам. Мы заехали в огромное количество торговых центров, посмотрели и пафосные торговые центры, и торговые центры для местных, где цены просто копейки, копейки, по-другому не могу сказать. И, в общем, когда мы были в более таком крутом торговом центре, который называется Центрофестиваль, по-моему, в общем, гигантский магазин, я даже не знаю, с каким магазином его можно сравнить в Москве, мне кажется, в этом магазине есть просто всё. В общем, когда я наткнулась на косметический магазин там, мне показалось, что я попала в рай, потому что вы знаете, что я очень люблю косметику, и мой молодой человек засмеялся сразу и говорит, всё, я пошёл дальше гулять по магазинам, ты, говорит, оставайся тут, ты, говорит, гуляй тут, смотри, всё тут, я, говорит, пошёл дальше. Конечно, в их магазине было представлено огромное количество марок, но так как цены у них, в принципе, такие же, как и в Москве, достаточно дорогие, я решила особо как-то не покупать косметику, тем более у меня её достаточно много, и решила купить то, чего у нас не продаётся в Москве. В общем, я купила вот такую палетку теней от фирмы The Balm, я очень долго смеялась, что, вернее, не я смеялась, а мой парень смеялся, что тут на этой палетке нарисован мужик, он говорит, блин, говорит, почему тут вообще тени женские, и, говорит, мужик, ещё и у которого зубы с какой-то блёсточкой, как будто он рекламирует пасту или что-то такое. В общем, согласитесь, это немножко странно. Короче, палетка потрясающая, и я бы могла эту палетку посоветовать девочкам, кто учится в школе, потому что сейчас наши школьницы красятся, так что мамы не горю, и они красятся так, как будто идут куда-то на вечер. В общем, девчонки, палетка очень классная тем, что, во-первых, тут есть такое большое зеркало, оно идёт во всю вот эту крышечку, во-вторых, эта палетка исключительно с матовыми тенями, то есть вообще тут нет ни одних сатиновых теней вообще, тут все матовые тени, и с помощью этих теней можно делать очень много различных макияжей, в том числе более такие нюдовые, ежедневные макияжи, которые не будут очень броские. В общем, советую присмотреться вам к этой палеточке, и вообще, девушки, которые не любят яркие макияжи, посмотрите, обратите свое внимание на эту палетку. Сегодня у меня макияж с помощью этой палеточки сделан, но сегодня я красилась более ярко, потому что я всё-таки на камеру, да. В общем, потрясающая палетка, я планирую снять макияж для вас с ней, потому что она очень универсальная, можно делать и ежедневные макияжи, и можно делать вечерние макияжи, она мне очень понравилась. Также при покупочке этой палетки мне в подарок дали вот такой блеск для губ, тоже от фирмы The Balm. Когда они мне дали этот блеск, я сначала подумала, что фитню, в общем, мне просто так всучили, и всё. Ну, думала, раз бесплатно, раз это подарок, то, в общем, не стала я отказываться, взяла его попробовать. Ребят, я была не права, блеск очень классный. И я сначала думала, что из-за того, что тут очень много блесток, я думала, что они будут чувствоваться на губах, но нет, блестки абсолютно не чувствуются на губах, и этот блеск ментовый. То есть он мне даже чем-то напомнил Dior Lip Maximizer. Мне очень понравился этот блеск. С этим блеском губы выглядят такими более напитанными, более пухлыми. В общем, он мне понравился, поэтому если хотите какой-нибудь такой ежедневный, скажем так, неброский блеск, то если у вас есть возможность купить его, то обратите свое внимание на него. Также от фирмы DeBal я купила себе хайлайтер. Кто смотрел макияж на 1 сентября, то вы видели уже этот хайлайтер. Он называется Mary Lou. Девчонки, это на данный момент мой любимый хайлайтер. Я люблю его за то, что он с таким золотистым подтоном, потому что обычно хайлайтеры, они более такие какие-то серебристые. Также у этого хайлайтера, тут в крышечке есть зеркальце, это тоже очень классно, потому что можно в конце концов взять его с собой и прям пальчиком набрать средство, да, и там на щечки нанести, или куда-нибудь еще, куда вам надо. И он очень пигментированный, то есть хватает буквально одного касания кисточки и наносите на щечку, получается очень деликатное, красивое свечение, прям, знаете, как будто кожа светится изнутри. Всем советую. Так, после того, как мы заехали в центр фестиваля, я купила себе вот эти вот косметические средства фирмы The Bal, мы поехали в другой торговый центр, только он был уже поменьше, и он был для, скажем так, для тайцев. То есть туда туристов не возят, и просто такой самый обычный небольшой торговый центр, и у них там продавалась косметика, которая называется Baby Face. Девчонки, я пожалела, что я купила только один тинт для губ, потому что он такой классный. Он чем-то похож на тинт от Benefit, но этот тинт мне намного больше нравится, потому что вот Benefit, он как-то немножечко забивается в складочки губ, этот же наносится просто идеально ровно, и он держится достаточно долго, конечно, не в течение всего дня, а просто достаточно долго держится, и цвет можно наславить. То есть, возможно, сейчас в тюбике он смотрится очень ярким, но на губах он не выглядит так, он выглядит очень естественно, просто подчеркивает красоту губ, и также можно его наслаивать, 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 и губы ваши будут более такие яркие, и цвет уже будет более похож на вот этот цвет. В Таиланде в аптеках вообще у них продаются средства, практически все сделанные на травах, то есть у них нету таблеток таких же, как у нас, у них в основном все сделано из травок, из всяких-всяких таких натуральных штучек, в общем, купила себе гель для локального нанесения, в общем, от прыщей, и думала, что вдруг повезет, вдруг найду вторую свою любовь для локального нанесения, так как гель, которым я пользовалась раньше, его сняли с производства, ну, я вам уже рассказывала, думала, будет работать, к сожалению, это средство не работает, и оно очень сильно воняет, и по цвету коричневое, коричневое, то есть оно, как бы обычно, когда наносишь гель для локального нанесения, он сначала беленький, потом высыхает, его не видно, вот это же средство, оно коричневое, и оно, когда высыхает, оно остается коричневым, такое ощущение, складывается, как будто на лице просто куча родинок, в общем, разочаровалась, и, так, что я еще купила в аптеке, в аптеке, в общем, у них, на самом деле, очень много разных интересных средств, ну, в общем, купила себе очередной бальзам для губ, у меня их просто куча, можно уже продавать, ну, вот я фанатик бальзамов для губ, поэтому у меня их очень много, это бальзам от фирмы Тропикана, он у меня то ли с черникой, то ли с голубикой, не знаю, в общем, пахнет потрясающе, то есть не пахнет какой-то синтетической такой одушкой, а пахнет действительно ягодками, и на губах он дает чуть-чуть цвет, в принципе, с косметическими покупками из Таиланда это все, и теперь давайте перейдем к покупкам из Дьюзи Фри, кто смотрел мои влоги, то вы уже знаете, что я купила себе бальзам от Ламер, девочки, это мой мастхэв, во-первых, он сладкий, и он с таким привкусом, как будто он и сладкий, и мятный, и вы знаете, он настолько хорошо питает губы, я просто в него влюбилась, это самое лучшее средство для губ, конечно, он очень дорогой, но он расходуется очень экономно, и работает просто потрясающе. Так, что касается Дьюзи Фри в России, больше я ничего не покупала, когда мы летели уже из Таиланда в Москву, то наш рейс задержали, и я как-то зависла в Дьюзи Фри, начала ходить, смотреть косметику, и наткнулась я там, в общем, на такой наборчик, это наборчик от Диор, так как у меня закончился мой Диор Лип Максимайзер, и вот этот вот бальзамчик, который дает небольшой такой цвет, я решила купить этот набор, потому что, думаю, все равно я буду покупать эти средства, потому что они мне очень нравятся, в общем, купила я эти средства, тоже не буду как-то особо долго про них рассказывать, потому что уже тоже тысячу раз про них рассказывала, также в Дьюзи Фри я купила вот такой вот набор от The Body Shop, в общем, в этом наборе было 4 крема для рук, 2 крема с запахом розы, крем с запахом розы, он шел с SPF 15, я дала 1 крем своей бабушке, 1 крем своей мамочке, и оставила себе 2 крема, так, сейчас достану, оставила я для себя 2 крема, которые идут, по-моему, с миндалем, в общем, эти крема хорошо воздействуют на ногти, они, мол, их укрепляют, питают и все такое, мне очень нравится запах этих кремов, я уже, кстати, не первый раз покупаю себе вот эти вот кремчики, они, во-первых, упаковочка миниатюрная, удобно их куда-нибудь в сумочку бросить, вот, и мне нравится, как они ухаживают за руками, в общем, что касается покупок из Дьюзи Фри, это все, еще я недавно была в Москве, в Ривгоше, и купила себе вот этот вот тональный крем от Герленд Терракота Джоли Тейнт, у него есть СПФ-20, сегодня у меня на лице, девчонки, мне так нравится его запах, вот, мне кажется, что я его купила исключительно из-за запаха, я вообще фанатик ароматов Терракоты, потому что, мне кажется, это вот, наверное, самый любимый аромат, я вам уже рассказывала, что когда вышел именно парфюм, вот этот Терракота, я его сразу как увидела, я его побежала покупать, потому что это мой самый любимый запах, про этот тональник я вам попозже побольше расскажу, потому что сегодня видео о покупочках из Таиланда, просто так как показываю вам сейчас косметику, решила заодно показать этот тональник, теперь давайте буду показывать вам вещи. В общем, мы ездили шопиться не только по торговым центрам, мы также заезжали на ночной рынок. Почему мы приехали на этот рынок? Тут просто реальный рынок, сейчас будем ходить, покупать сувениры и всякую ерунду. С этого как раз и есть этот большой рынок. А ночной рынок в Таиланде работает, по-моему, только по выходным, то есть субботу-воскресенье, и работает с скольких-то, в общем, до скольких-то, то есть определенные часы работы, но на этом рынке, вот если вы поедете в Таиланд, то обязательно постарайтесь попасть на этот рынок, потому что там чувствуется именно атмосфера Таиланда, то есть там везде бегают тайцы, везде они общаются, и вы знаете, там такое огромное количество разных сувениров, и там продаются вот их шашлыки, их еда, она, конечно, очень острая, но она такая вкусная, в общем, обязательно туда съедите, если будет возможность, и, в общем, на этом рынке мы напокупали кучу сувениров, кучу магнитов, ну, в общем, как обычно, и также я присмотрела для себя вот такую вот майку с Рианой, она, конечно, большого размера, но она мне настолько понравилась, что я решила, что закрою глаза на то, что она такая большая, в общем, я ее купила, буду просто одевать под низ такой топик, возможно, буду носить эту майку с каким-нибудь пиджаком, и я, знаете, как думаю вообще ее сочетать, я думаю одевать лосины с кожаными вставками, вот эту майку, и, возможно, сверху кожанку, в общем, чтобы стиль такой получался немножечко грубоватый, и какую-нибудь яркую такую помаду, мне кажется, это будет потрясающе смотреться, в общем, майка мне очень понравилась, особенно мне нравится тут фотография Рианы, она классная, больше не могу ничего сказать, майка хлопковая, так что очень довольна этой покупкой, буду носить с удовольствием, тем более сувенир самой для себя из Таиланда сделала, также на этом же самом рынке я купила себе вот такой вот платочек, он, по-моему, из Кашемира, мне очень нравится, он мне очень нравится цвет, вообще блондинкам розовый цвет идет, поэтому я не исключение, он мне тоже очень идет, по крайней мере, мне нравится, как он на мне смотрится, в общем, мне кажется, что он так, знаете, просто освежает меня, так как у меня сейчас есть немножечко загара, он как раз подчеркивает загар, это платочек из Кашемира, он такой большой-большой-большой, его можно будет завязывать, как угодно, в общем, я довольна этой покупочкой, и в конце концов, этот платок можно будет носить, знаете, как какой-то яркий акцент, потому что у нас сейчас погода стала пасмурная, все становится какой-то серой, и хочется все равно каких-то ярких акцентов, потому что лето, оно всегда яркое, да, а вот осень, она какая-то всегда тусклая, и хочется чего-то яркого. Помимо этого платочка, я купила себе еще один платочек, только он уже идет не яркий, а более такой спокойный, более нейтральный, он однотонный, он тоже из Кашемира, мне просто понравился этот цвет, потому что его можно будет как-то носить в институт, например, просто накидывать сверху, знаете, как такую накидочку, это смотрится достаточно симпатично, и в конце концов, такие платочки, они никогда не будут лишними, они просто могут работать как какой-то аксессуар, в общем, очень довольны, мне очень нравится это качество, и вы знаете, он какой-то такой, ткань, в общем, она как будто немножечко переливается, в общем, мне очень нравится. И последнее, чего я сама себе купила, это был вот такой браслетик со слоником, он мне очень нравится, просто, знаете, вот как сувенирчик, тоже самой для себя, из Таиланда, я его купила на том же самом рынке, я, кстати, больше нигде не видела такие браслеты, то есть обычно все сувениры повторяются, да, во всяких разных магазинчиках, в разных местах, а вот такие вот браслетики я нашла на рынке, только в одном месте, в одной палаточке, больше я их нигде не видела, я хотела себе купить еще колечки, такие на разные пальцы одевать, из пальмового дерева, вот, но, к сожалению, я их не купила, потому что они были все очень большие, но, если бы были мои размеры, я бы тоже купила. Ребят, на этом я, наверное, закончу свое видео, вроде показала все, я надеюсь, что оно вам понравилось, оно получилось очень долгое, но просто мне хотелось еще как-то с вами поболтать, потому что я соскучилась, и хотелось вас как-то поблагодарить за то, что у вас такое количество на моем канале, спасибо вам еще раз. Все, я заканчиваю на этом свое видео, скоро будет видео о покупочках, в общем, о других покупочках, все, всех целую, обнимаю, пока-пока, и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...